Урок 32. Задача первая. Построить график функции y равен 2x минус 7. Проходит ли этот график через вторую четверть координатной плоскости? Давайте построим график. Графиком линейной функции является прямая. Чтобы построить прямую, достаточно знать координаты двух точек. Как найти координаты двух точек, через которые пройдет прямая? Задается значение x, любое. Например, если x равен 1. Затем вместо x надо подставить единицу. Какое значение получится? 2 умножить на 1. Это 2 до минус 7. Минус 5. Это ордината. Вот координаты одной точки уже известны. Допустим, x принимает значение 4. 2 на 4 это 8. Минус 7. Это 1. Итак, если x равен 4, y принимает значение 1. Зная координаты двух точек, эти точки отмечаются на координатной плоскости, а затем проводится прямая. Графиком данной функции, это линейная функция, является прямая. На рисунке она показана красным цветом. Через вторую четверть график данной функции не проходит. Он проходит через первую, третью и четвертую четверть, а через вторую не проходит. Задача вторая. Найдите координаты точки пересечения графика функции y равен 4x минус 3 с осью ординат. Если точка принадлежит оси ординат, значит, абсцисса этой точки равна 0. Абсцисса x. x равен 0. Какое значение при этом принимает y? Минус 3. Значит, координаты точки пересечения графика функции с осью ординат 0 минус 3. Можно построить этот график и убедиться, что действительно график функции пересекает осью ординат в точке с координатами 0 минус 3. Задача третья. График функции y равен ax минус a минус 2 пересекает ось абсцисса с точки с координатами 4,0. Надо найти значение a. Известны координаты точки 4. Это x. 0. Это y. Значит, в данное равенство вместо x надо подставить 4, вместо y – 0. Получится вот такое уравнение с неизвестным a. Решая это уравнение, находим значение a. a равно 2 третьим. 2 трети. Задача четвертая. Найдите координаты точки пересечения графиков функций. y равен 6 минус x и y равен 3x минус 8. Точка пересечения графика функций принадлежит и первому графику, и второму. Значит, можно приравнять вот эти выражения. Получится уравнение. Решая уравнение, находим x. x равен 1. Это абсцисса точки пересечения. А затем вместо x подставить единицу либо в это выражение, либо в это, получится минус 5. То есть это ордината. Ордината минус 5. Итак, координаты. Точки пересечения графика функций 1 минус 5. Давайте построим график первой функции. Он показан красным цветом. График второй функции. Он показан зеленым цветом. А затем на координатной плоскости найдем точку пересечения этих графиков. координаты точки пересечения 1 минус 5. Задача пятая. Найдите координаты точки графика линейной функции y равен x плюс 8, ордината которой в 3 раза больше абсциссы. Итак, y равен x плюс 8. x – это абсцисса, y – это ордината. Ордината в 3 раза больше. Значит, вместо y можно записать 3x. x, а затем решить это уравнение. Находим x. x равен 4. Это абсцисса. А ордината в 3 раза больше. 12. Значит, координаты точки 4, 12. Таков ответ.